Привет, зритель! Наконец-то грядёт пополнение плейлиста съедобное, несъедобное, а съесть или выкинуть. То бишь, обзор пустых баночек, коробочек еды. Вот у меня тут вообще накопилось целых два мешочка. Я давно уже некоторые продукты хотела обозреть, но руки как-то не доходили. У меня тут есть принцесса Нури, высокогорный чёрный чай листовой, мелко листовой, ну, хороший такой, можно сказать, бюджетный чай. Допустим, его делает Оремитренд, то же самое Оремитренд делает тот же Гринфилд, который как бы ангвифская фирма, питерская всё это. В общем, обычный чёрный чай. Раньше стоил в разы дешевле, а сейчас можно, допустим, по скидке пить какой-нибудь чай, и уже без скидки по той же цене можно увидеть тут же принцессу Нури. В общем, если у вас, допустим, низкое давление, обморочное состояние, и вам хочется как-то взбодриться, то вот такой чай вообще находка. Можно туда покидать каких-то специй, заварить вместе с ними, добавить сахара, перемешать и выпить. Можно просто сделать хороший, крепкий чёрный чай, добавить сахара, перемешать и выпить. Ну, я иногда его покупаю. Иногда на Азоне заказываю, когда вот надо добить до минимального заказа, чтобы он сложился. Потому что иногда на Азоне бывает там вот мелочи какой-то закажешь, вообще по каким-то там копейкам, и минимальный заказ одно время был 500 рублей, и потом сейчас вот 999 рублей, и надо вот как-то добить. А иногда просто вот покупаю. Вот здесь всё тупо, я видела, что у них акция есть вот тут вот. Вот. Это в чёрном коте покупала. Я, в принципе, там только и видела. На пакетиках Нури и вот на подобных коробочках шанс найти 100 тысяч рублей. Ну, там типа как бы купон минимальной суммой 100 рублей. Вот как раз у меня минимальная сумма 100 рублей была. Купон на оплату заказа на Азон. В принципе, из-за этого покупала. Именно вот такой, по-моему, высокогорный я ещё не брала, но теперь взяла. В принципе, так вот от безысходности можно купить. Ну, этот был 50 рублей. Ну, там 49-90 вроде, что-то так. Тут 100 грамм. Так себе чай, в принципе. Бывает хуже в какой-нибудь суперкрутой пачечке, а бывает лучше в той же Нуре. В общем, неплохой. У меня тут тоже как бы... Вот, у меня ещё что-то есть. Закончился Азерчай. Это тоже русская. Но они хотя бы не претендуют на что-то там непонятно какое-то. Зелёный чай. Вообще, у Азерчая первый раз... Да, Азерчай. Первый раз брала зелёный чай. И потом... Тут 100 грамм. Это у нас обычный крупнолистовой зелёный чай. Хороший, кстати. Хороший зелёный чай. Я точно такой же потом увидела в Ашане. По-моему, пачка 200 грамм. Потом как-нибудь... Я что-то тут на днях была в Ашане буквально вчера. Но как-то я совершенно забыла про зелёный чай. У меня, в принципе, пока есть. Сделан он в России. Как он написан, он тут сделан в России. Кубантий, изготовитель. Краснодарский край. Город Белореченск. Высший сорт. Ну и... Что-то как-то не дошла туда. Ну как-нибудь вот заеду до Ашана. И теперь буду знать, что вот этот чай действительно хороший. Вот теперь вы знаете. Хороший зелёный чай. Вообще отличный. Так, у меня тут ещё какой-то пакетик. А, я покупала два раза даже. И его отложила, чтобы потом порекламить. Покупала в магните у нас по 29 рублей. Ну как бы типа скидса. Не знаю уж, как на самом деле он стоит. Постный продукт. Итальянский снэк. Нина фарина. Тараллини. С томатом. И ароматными травами. Без сахара, без консервантов, без пальмового масла. Очень хороший состав. Тут маленькие такие вкусные бараночки были с томатом. Вот, если вдруг увидите в магните. Оно обычно где-то в разделе печенье продаётся. То советую купить. Тут всего лишь, по-моему, 180 грамм было. Ну, живут они чуть меньше месяца. Что-то 10 месяцев оно живёт. Хороший состав. Без всякого действительно пальма, масла. Да, по-моему, ну, тебе потерял где-то написано было. Ну, кажется, 180 грамм. И так вот. Можно с чаем схомячить. Можно с супом схомячить. В общем, хорошая вещь такая. У меня тут закончился. Там вот пол чайничка осталось. Надо пить. Это мне когда-то зритель Влад дарил. Это один из вариантов Бабао. 8 драгоценностей. У меня отдельно есть в плейлисте про чайную коллекцию о Бабао. Ещё даже где-то есть в самых ранних роликах на канале. Я заварю Бабао на свечке. В чайничке. В общем, вот тут у нас 8 драгоценностей. Это то бишь 8 составляющих напиток Бабов. Ну, и вот само Бабао. Тут у нас тростниковый сахар, лимончик, чай, хризантемка, жимолости, потом корень солодки, китайский финик и что-то ещё. Я забыла, что. Я решила что-то его показать. Ну, это на любителя. Если вы любите, допустим, композа сухофруктов, вот он напоминает компоты с сухофруктов. Я однажды была в одном магазине в Ярике. Я, наверное, уже несколько раз говорила в разных моментах в своих роликах на эту тему в одном магазине чайном. И хотела купить Бабао. Они говорят, у вас Бабао есть? Нет Бабао. Я говорю, ой, тут же есть Бабао. Они типа, это не Бабао, это типа компотик. Я думаю, ну-ну. Ну, в общем, напоминают компоты с сухофруктов. Дофига полезные, с разными составляющими, но в идеале, идеальный Бабао, в смысле нормальный Бабао, там всегда восемь составляющих. И из них чай, вот стабильно так, какой-нибудь чёрный, зелёный, иногда пуэрдо встречается. И сахар тростниковый. Оно не закончилось, но просто я решила его показать, потому что я из этой коробочки вот всё высыпала. Харле чай. Тоже русское изготовление. Это в Индии выращено, в России изготовлено. Тут тоже, как бы, в Индии выращено, в России изготовлено, ну, запаковано. А тут исключительно в России выращено, если чё. Чёрный чай Байхово, индийский, среднелистовой. Он напоминает, этот тоже, как бы, видимо, среднелистовой. И он напоминает по виду вот этот. Но этот всё-таки не очень хорошо держит. Ну, допустим, вот этот выдержит 3 или 4 заварки. Вот, допустим, 2 чайных ложки на чайник, да. А этот уже вот на вторую заварку, он будет не очень такой, если вот так подольше подержать. Иногда 2 заварки выдерживала, на третью уже никак. Вот этот очень хороший чай, внезапно. Ещё такая хорошая, такая крутая, тёмная заварка. Это я внезапно покупала на зоне. Тут затаривалось чаями. И вот у меня было 3 коробочки по 50 грамм, вот таких вот, как в наборе. Ещё 2 постоя, ну, немножко другое. Я одну хочу взять в деревню, одну оставить здесь. Я надеюсь, что у меня в это лето всё-таки получится. Там побольше, подольше пожить, чем в прошлом году. Ну и... Что это у нас за фирма? Рейфилд. Некая фирма Рейфилд. С Кул Шариф. Мне кажется, я похожий чай, или с похожей вот картинкой именно Кул Шариф. Когда-то давно ещё покупала, может быть, даже в Ярике. И он мне понравился. Ну, и сейчас тут не разочаровалась. Хороший средний листовой. Ну, кажется, такой вот на вид этот средний лист, будто это какой-то мелкий чай. Но он ничего так раскрывается, как бы, средний листовой. Бывает, средний листовой покрупнее. Вот этот средний листовой помелче, ну, тоже хороший чай. Так что, если вдруг увидите на зоне, или ещё где-нибудь. Я не помню, он как-то, ну, не особо дорого стоил. Может быть, около 40 рублей за пачку, тут 50 грамм. То советую. Я ещё в отзывах на зоне читала, что там, ну, как бы, люди часто такой чай покупают. Я так поняла, что это чай покупают мусульмане, чтобы подарить каким-то своим другим друзьям-мусульманам. Так. Оно не закончилось, но я пересыпала чай, как бы, в деревню взять. Это у нас магнитная какая-то марка. Вкусный завтрак. Экстра хлопья овсяные. Просто залей кипятком. Для правильного питания. Образец сервировки готового продукта. Тут у нас было, кажется, 400 грамм. Да, 400 грамм. Вот. И я как-то забыла, что она быстрорастворимая. И сделала её на молоке в горшочке в духовке со сливочным маслом. Слушайте, так вкусно вышло вообще. Хорошая каша. Ну, может, она около 40 рублей стоит. Я, честно, не помню уже. Я её покупала ещё в конце прошлого года. Вот тут как бы её, как сделать. Хорошая овсянка. Я тут покупала спинка подруги. У меня даже пакетик тут специально остался показать, как он выглядел. Это как бы закос под Азию. Но распасовано оно в России. Выращено там, где выращено. Сайта. Вот Шеннон. Он в Китае выращен, запакован и в Россию отправлен. А Сайта в Китае выращен, но в России уже упаковался. Покупался, наверное, большими-большими пакетами. Тут у нас апельсин и липа и чёрный чай. Традиции чайных церемоний Азии в каждой чарке чая сайта. Такой неплохой чай. Я как бы не любитель таких вот всяких чаёв, что пакетированное. Но я у подруги попробовала. Он был, в принципе, нормальный такой. Был без всяких химических ароматизаторов. Единственное, бывают пакетики чайные на пару заварок, а тут на одну чашечку один пакетик. Это вам не японский чай из Японии, из японского супермаркета. И японцами сделанный, как я обозревала приятеля подарок. Тут 25 пакетиков было. Каждый, в общем, в таком упаковочке маленькой. И он стоит, кстати, я покупала по скидке 74 рубля за вот эти 25 пакетиков. Он стоит подороже, чем, допустим, Гринфилд. Ну, типа считается такая суперкрутая марка. Подороже, чем Ахмат или ещё что-то. Но, по-моему, по качеству он как бы не особо отличается. Только, видимо, за счёт того, что это какая-то типа крутая новая марка. Покупала в магните. По-моему, только в магните я его и видела. Так, у меня тут бутылочка закончилась недавно. Марка знаком. Здоровый вкус. 250 мл. Масло нерафинированное, арахисовое. У меня сейчас литровая бутылочка другой марки стоит. Уже рафинированного арахисова, но ещё не открытая. Это у меня бы дожило до 16 сентября этого года. Ну, вот оно закончилось. Покупала на Азон около 300 рублей. Там сейчас продаётся 500 мл. Вот в такой же бутылочке. Ну, в смысле, подобной бутылочке такой же фирмы. И за 500 мл покупать выгоднее. Тогда что-то не было в наличии. Я что-то попробовала. Думаю, ну, пусть будет 250 мл. Хорошее масло арахисовое. Я делала с ним салаты. Добавляла его в арахисовую пасту, когда делала, в халву. Тут из сухофруктов делала халву. Ну, как бы там яблоко у меня сушёное было молотое. Фундук. И вот немножко оставшееся этого арахисового масла. Ну, ещё и мёд. Хорошее масло. Так что, если вдруг увидите на Азоне вот эти вкусы и здоровья, и будете сомневаться, надо вам брать или нет. Но я думаю, что у вкуса здоровья хорошее, отличное масло, качественное. Масло нерафинированное, арахисовое, растительное масло арахиса. Ну, и масло арахисовое, нерафинированное, холодного отжима. Я думаю, потом себе взять уже полулитровую бутылочку. Короче, полулитра там стоит что-то 580 рублей. А вот 250 миллилитров я за 296 покупала. Да, и, кстати, вот сейчас покажу. Тут удобный такой. Ну, как бы тут большая дырочка. Но, если приноровиться, то можно там удобный дозатор, мне кажется. Как бы сильно не наклоняешь, много вытечет. Ну, если уж захотите, то, конечно, вытечет всё. Это я в Инстаграм кидала. Внезапно обнаружила. У нас в магните по 4,90. Светлогорье. Это Белоруссия. У Светлогорье я покупала пятёрки сливки 33% ширности. Я их уже даже обозревала, мне кажется, в какой-то покупке из пятёрки. И там вот на ставе были только сливки. Тут же очень хороший состав. Это сырники, творожные. Классический продукт. Готовый продукт. Две штучки. Разогревать в микроволновке без упаковочки. Если кому интересно, то в Инстаграм я скидывала, как выглядят эти сырнички. Три кота. Разогреть без упаковки. Из натурального творога. Сейчас я вам состав зачитаю. Тут у нас творог, сахар, меланши яичный, постерилизованный, манная крупа и ванильные стручки молотые. Очень хороший состав. Живёт оно, ну, чуть меньше месяца. Оно был вот этот, вот, 3 мая до 2 июня. Я даже подумала, ну, подруге говорю, иногда можно там покупать. Она говорит, да, скупить побольше, засунуть в морозилку, чтобы были. Вот думаю, может быть, на днях зайти в магнит. А я не обращала никогда внимания, что там что-то такое лежит в самом низу вот такие штучки. И, да, кстати, тут 65 грамм в упаковочке. И что вот можно такое как-то купить. Ну, вот что-то увидела, думаю, попробовать что ли. Вот. Если что, советую, очень хороший. Вот даже так на завтрак 4 штучки, пару таких упаковочек. И довольно недорого. Ну, слушайте, за 2 штучки хороших сырников отличным составом практически 5 рублей нормально. Допустим, у нас была раньше такая кафе, наверное, сейчас есть, только, наверное, работает только, не знаю, как, на вынос, не на вынос. Кафе Волга столовая. Кафе Столовая Волга или Столовая Волга. Там можно было купить вот сырники, допустим, на разрез. Так. Ой-ка. А. Это красная цена творог обезжиренный 180 грамм из пятёрки. Хороший творог. Что у нас его делал? В составе, кстати, молоко обезжиренное с использованием закваски, молоко свёртывающего фермента природного происхождения. Ну, какой-нибудь там багажа, возможно, был. Так. Делает некоторых сырков. Так. Что у меня такое? О! Кладкий снег. Маршмеллоу для кофе и десертов. Не помню, где покупала. Возможно, в пятёрке. Тут 150 грамм. 12 месяцев он живёт. Состав тоже неплохой. Сахар, патока крахмальная, глюкоза, желающий агент, желатин пищевой. Потом сорбитовый сироп, яичный белок сухой и ароматизатор ванилин. Хорошая штука. Не, я понимаю, что я могу сама вот такую штуку сделать. Ну, тут как-то было, видимо, мне грустно, и я решила это купить. Сладкий снег. Почему он как-то недорого стоил? Так, это у меня что? Брокколи. Вот надо было тот пакетик от... Короче, капуста, которая такими маленькими кочешками, забыла, брюссельская, что ли. Тоже показать. Другой совершенно фирмы, тут как-то магните по скидке купила. Ну, вот тут брокколи было. Я сделала из неё суп-пюре вместе с ней. Нормально вообще. Очень хорошие замороженные овощи. Вот у Ашановской фирмы каждый день. Но иногда бывают не очень такие ровные, порезанные. Но мне никакого брака не попадалось. Так, чтобы там вообще что-то ничего. А потом, в принципе, замороженные овощи нормальные, они, по-моему, ну, ненормальными не могут, наверное, быть. Вот. Такс. Это я в прошлом году ещё покупала. Сейчас он на зоне идёт по акции четвёртая штучка в подарок. Ну, в смысле, покупаете четыре штучки и за три платите а четвёртая бонусом. Тайная богиня Пико индийский чёрный чай с подарком 200 грамм. Ну, как бы, вырастенный в Индии, но уже упакованный в России. Очень хороший. Тут браслетик попадается или подвесочка. Я вот тётю помню таких две упаковки, ну, разные, там, Пикоя был, ещё какой-то. Крупнористовой, среднелистовой. Кстати, крупнористовой, среднелистовой. Очень хороший чай вот этот. У меня пока есть чёрный чай, но я думаю, потом на Азоне снова заказать. Он сейчас, по-моему, идёт по 200 с чем-то. У него вот такой пакетик гуский. Пакетик вот, смотри, был такой. Что у меня тут ещё? О, я, видимо, забыла. Тут ещё такой же пакетик, но менее рваный. Это вот эти бараночки с томатом. Шоколадку я тут такую покупала. Я так поняла, что она новинка была. Ну, для меня она, по крайней мере, была новинка. Я решила оставить и показать, что зрителю вдруг кто-то не в курсе. Россия, щедра душа, золотая марка. Тут как бы тёмный шоколад с орешками. Финики в шоколаде. Самарский кондитер. Финики в шоколаде с миндалём. Вот вообще мне нравится у самарского кондитера вот подобные фрукты. Возможно, тут ещё какие-нибудь бумажки будут. И если я вот вижу где-нибудь в пятёрке или магните, в Ашане я как бы редко бываю, и когда бываю, на конфеты по большей части не смотрю, то я стараюсь покупать. Очень хороший состав. Тут никакого пальмового масла или там серый консервант Т-220 нету. Вот это всё было съесть. А вот это было выкинуть. Я второй раз, наверное, если не третий, покупаю. Геогинский молзавод. Мне очень нравится. Геогинские сыры, но вот именно сыр чечил традиционный, видимо, я каждый раз забываю, что он мне не нравится. Вот чисто мне не нравится сам вкус, сам вид и так далее. Это не потому, что оно какое-то ге по составу, по составу оно очень хорошее. Но внешне оно мне не нравится. Я решила оставить эту коробочку, чтобы обозреть и, возможно, ну как бы на будущее запомнить, что именно его я не люблю. Вот чисто на любителя. Хотя у нас в составе тут молоко нормализованное, постерилизованное, молокосвертывающий фермент, препарат микробного происхождения, захватка термофильных кисломолочных микроорганизмов, пищевая соль 170 грамм. До 30 апреля, это я в марте, видимо, покупала, до 30 апреля он бы жил. Ну, как бы сейчас уже 3 июня. Сыл Ручечил Геогинский. У меня даже кот его как-то, ну, от безысходности только чисто, что увидел у хозяина что-то новое. Оно уже такое порезанное, улун, тегуанинь, я тогда на озоне заказывала и обозревала, ну, мне такое ощущение, что тут в начале положили хороший гуанинь, а под конец пакетика 3 четверти это какая-то пересушенная хрень. Или такой очень третий сортный гуанинь, ну, в общем, я не буду больше покупать на озоне этот чай. 5001т гуанинь, китайский зеленый чай. Время чая компания. Короче, у компании время чая лучше ничего не брать. Если, конечно, вы в чае не разбираетесь и вам пофигу, но он, как бы, прилично стоит, так что лучше ничего не брать. А вот гринфилдовская японская сенча, очень даже хорошая сенча. Конечно, она не сравнится с той японской сенчей, что мне приятель дважды присылал. Вот я вчера с подругой одну сенчу, ябукитача мы распили с ней. Ее мама не понравилась, а вот нам с ней очень даже понравилась. Ну, там как бы сенча и мать ябукитача. Вот это хорошая сенча, действительно японская, может быть, такая среднесортненькая, чисто так вот бюджетненькая, чтобы купила та же Россия и распаковала в Питере и продавала по России и там ближнему зарубежью, типа СНГ всякого. Но вот это действительно японская сенча, потому что у меня есть одна сенча, которая типа как бы китайская, пересушенная, вот знаете, самый парашный, дешёвый, зелёный чай, который долго-долго у вас лежал, при этом он как бы пересох, хреново хранился, и вот то же самое. У меня там ролик один есть, который я всё никак не смонтировала, там в очереди на монтаж. Я вчера думала сделать эти кефтери, но как-то у меня не случилось. Но может быть на днях всё-таки получится. Вот. Там же ещё будет ролик обзора чая. Вот этот хороший чай, я не первый раз покупаю, но в последнее время я его вижу. Вот раньше можно было в магазинах купить, типа магнит там или пятёрка, а теперь я его вижу только на озоне и то не всегда. Ну, в общем, если что, советую. колбаска. Конечно, её съесть, но она не совсем то, что я ожидала. Колбаса отяшевая. Стандарт. Колбаса ливерная, печёночная. Это паштетик. Потому что вот бывает, знаете, колбаска, и вот снимаете эту плёночку, её можно порезать. При желании можно размять вилочкой на хлебушке и будет как паштетик. Но это очень сильно надо постараться. А тут именно, что можно только намазать на булочку. Как-то понравилось, мне понравилось состав. Ну, конечно, всякие там эмульгаторы и прочее есть, но бывает и хуже состав. В магните не помню, по чём покупала. Вот я решила эту пакетик оставить, просто показать. Так, это чё у меня? Я, конечно, многие в курсе, кто не в курсе, теперь тоже узнали. Сама уже варю себе сгущённое волоко в медленноварке, но когда ещё я только собиралась сварить, у меня есть одна знакомая, которая любит ко мне приходить и стабильно пьёт кофе со сгущёнкой. Ну, из-за неё я её и покупала, и увидела как-то в магните, что-то какая-то дофига недорогая. Молоко, молоко, консервы молочные, молоко цельное, сгущённое, с сахаром, с массовой долей жира 8,5%. И состав тут, кстати, был нормальный. Молоко нормализованное и сахар, сахароза. 270 грамм. Саранский консервный завод по ГОСТу 2012 года. Традиции и качества с 1934 года. Вот, если вдруг в магните, вы увидите, хорошая сгущёнка. Если вам религия по какой-то причине запрещает самим сварить сгущёнку, геморно нету, медленноварки, или там, я в обычной кастрюле не варила, там, или ещё более геморно нету, медленноварки там поставил, как бы, свалил на 9 часов, а потом подошёл, выключил, закрыл ложечкой, и уже всё ништяк. Пусть остывает ещё 9 часов. То вот такая сгущёнка очень даже хорошая. Знаете, бывает сгущёнка, что вообще как бы будто бумагу с сахаром перемешали. А тут очень такая хорошая сгущёнка. Реально, видимо, того гостя. У меня ещё одна бумажка от шоколадки. Россия, щедрая душа, кофе с молоком, молочный шоколад. Вот, мне нравится этот кофейный шоколад, но тут у нас, да, и тут, кстати, состав, по-моему, нормальный. Сахар, какао тёртая, какао масло, молоко сухое, цельное, обезжиренное, сыворотка молочная сухая, кофе растворимый, молочный жир, эмульгатор соевый лецитин Е476. Короче, тут нету пальма-масла. Если у вас тоже, как у меня, некая странная аллергия на пальма-масло, тут хороший шоколад. Шеннон, последний зелёный чай. У меня ещё, по-моему, есть шеннон, чёрный чай. Вот у нас как-то магнит больше не привезли шеннон. Может, потому что тогда выпало как раз на карантин в самом Китае с этим коронавирусом. Ой, я только сейчас заметила, что тут иероглифы. А, ну, в общем, кстати, ещё чуть-чуть ароматик есть, вообще отличный молочный улун. Вот у шеннона чёрный чай, хороший чай, зелёный чай, я так поняла, у шеннона вообще много чего хорошего. Сейчас вот я видела, шеннон продаётся у нас в паре магнитов, я видела, но в нашем нету шеннона. Исключительно пакетированный. Но вот я не хочу пакетированный, я бы купила лучше пачечку. Видела одно время на озоне. Ну, тогда у меня как бы был чай, да и сейчас, в принципе, чай есть. Ну, вот если вдруг решите сделать что-то такое для Лёли хорошее и приятное, то вот шеннон, молочный улун, чёрный, вообще любой чай от шеннон, Лёля с радостью принес подарок. Если же вы хотите сделать что-то хорошее для себя и не знаете, какой чай выбрать, но у вас есть возможность купить чай от шеннон, зелёный чай, вот выращен в Китае, запаковали в Китае, отправили в брашку. Молочный улун, китайский зелёный чай, выращенный, упакован в Китае. Вот отличный чай вообще. Вот такой пакетик. Ну, и ещё тут вот, я помню, что было всё просто зелёный. Тут у нас другой пакет, но тоже жёлтенький. А тут, кстати, только напечатки иероглифы, кстати. Ну-ка, для сравнения. В общем, тут у нас молочный улун подписан, а здесь вот зелёный чай как-то уже не подписали. Тут у нас зелёный чай, китайский зелёный чай, выращен, упакован в Китае. Вот, китайский зелёный, крупнолистовой. Отличный, хороший крупнолист. Отличный вообще зелёный крупнолистовой чай. Вот, кстати, там обычно сбоку фотка такая, как он выглядит. У меня сейчас остался только Дяньхун, и он даже не распечатан, но это уже вторая или третья, наверное, пачка этого Дяньхуна была. У меня тут закончилось, естественно, уже давно, я подозреваю. Оригамити, матча, матча, пардон, матча, японский зелёный чай, матча. Ну да, потому что тут матча написано, я так прочитала. Сделано в Японии, расфасовали в России 50 грамм, это подарок от анонимного зрителя. Я как бы знаю, кто это, но зритель попросил остаться анонимным. Будем считать, что зритель тоже любит чай. Ну, в смысле, зритель действительно любит чай. В общем, хороший зелёный чай, перемолотый, стопроцентный, перемолотый, зелёный чай, высший сорт. После того, как мне товарищ прислал обычную японскую матчу, ну, не только, аиподовскую, в принципе, сравните, я там ещё почитала, на всяких брошюрках посмотрела, вполне имеет место быть. Я вот внезапно, совсем недавно, буквально вот вчера, искала одну вещь на зоне, но я всё ещё сомневаюсь, потому что, как бы, перчатки велосипедные всё-таки лучше мерить. Прямо в магазине, как 4 года назад, это было, допустим, в Ярике, в Спортмастере, в Ауре. Ну, и на зоне не совсем то, что мне хочется. И вот, что-то полазала, увидела, вот это тут, внезапно, японский чай, хэштег, оригами ти. Не именно матчу, но именно, ну, в смысле, вот эту фирму увидела на зоне, возможно, там даже и матчу можно купить. Продукт 2019 года, Food Wars, Москва. Вот, хороший чай, спасибо зрителю. Так, у меня тут ещё один чай, у меня, по-моему, тут вообще, съесть или выкинуть, чайная такая вся, по большей части, две трети, наверное, точно, коробочек и баночек. Винтаж, супер традициональный чай, Винтаж, Пуэрся, Пуэрсяо Туача, ну, тут Туача написано, вообще-то Туача, Пуэр, описание традиционный, китайский, чёрный чай, из провинции Юннань, листик этого сорта чая, представлено у меня, миниатюрные купола, тёмный цвет, настоя, ярко-долгая, после вкуса, напоминаю, о древних легендах, мифических бойцах, великого монастыря, будут рекомендован к употреблению, после еды, ну, и бла-бла-бла-бла-бла-бла, это подарок от подписчицы Лёли, очень хороший чай был, я похожий чай заказывала давно-давно на Али, ещё на некоторых разных магазинах, онлайновых, ну, русских, некоторые из них уже давно ласты склеили, ну, в общем, очень хороший чай, спасибо тебе, Лёлечка, ну, как бы, и как Пуэр хороший, сам по себе, действительно, качественный чай, ну, и вообще, так, вот у меня только бумажка с него куда-то слетела, а также без бумажки же, вот это вообще, все эти пустые баночки еды, в этот раз, основывались вот на этом масле, я сейчас просто бумажку покажу, потом бутылочку, это масло можно купить за 400 чем-то на Азоне, а можно купить за 349 рублей, уже на десятку дешевле, в Ашане, это у меня первая бутылка, вообще у меня их две, вот вторая сейчас в использовании, правда, я сейчас пользуюсь в основном виноградным маслом, рафинированным, но кокосовое у меня еще где-то, ну, где-то половина бутылки есть, это тайская, тайландская, до 22 января 2021 года оно бы жило, рафинированное, 100% кокосовое масло, Рой Тай, идеально подходит для высокотемпературной обработки продуктов, не содержит трансжиров, содержит среднецепочечные триглицериды, которые отличаются высокой степенью усвояемости, и предотвращают откладывание жиров в организме, короче, очень классное масло, 100% кокосовое масло, торговый дом РКС, импортер, город Красногорск, Таиланд, сделано, Бангкок, вот такое вот, в Ашане в разделе, где масло, вот обычно у нас в Ашане, оно на самой нижней полке, я как-то увидела, купила, думаю, масло надо купить, а потом у меня как бы оно что-то быстро так заканчивается стало, я ехала как-то в Ашан, смотрю, вау, снова масло надо купить, и вот по цене оно стало немножко дешевле, внезапно, там даже еще что-то оставалось, оказывается, оно текло, ну и как оно у нас тут, при температуре ниже 20, плюс 25, продукт может приобрести ласкообразную консистенцию, короче, его, а, да, для того, чтобы масло растаяло, подместите бутылку под струю теплой воды, или храните ее в теплом месте, но у меня не настолько тепло на кухне, чтобы оно постоянно было, допустим, жидкое, это то самое масло, которое можно много-много раз размораживать и замораживать, ну, в смысле, растапливать, и оно обратно загустеет, очень классная вообще находка, я считаю, что 350-360, я его тогда покупала, за 360 рублей литровую бутылку масла, это вообще супер, ну, в смысле, можно, конечно, на Азоне заказать, переплатить чутка, но если у вас есть, допустим, Ашан, и оно там продается, то лучше покупайте в Ашане, так, Ярти, Ройбуш, год назад я практически была в Ярике, в Ярти каком-то магазине, на том месте, где раньше был очень классный другой магазин, но он, тот магазин закрылся по какой-то причине, а этот открылся, по той же какой-то причине, весовой чай и чайные копажи, Ройбуш. Так себе, Ройбуш, там очень завышенные цены, по большей части, ассортимент так себе, и рассчитан, не знаю, на какого профана, плюс хранится в стекле, в открытом, на свету доступе, это, считайте, чай уже полупересушенный, я люблю Ройбуш, но, год он закончился, в следующий раз буду искать другие места, где можно купить Ройбуш. Адрик, кстати, Улицкого, улица 47, я не знаю, может он уже и не там, в Ярик, он такой, у них есть один какой-нибудь чайный магазин, придёшь туда на 6,5 тысяч закупишься, он через 2 месяца закроется, или придёшь туда, немножко так купишь, думаешь, в следующий год приеду, или в следующий раз приеду, найду этот магазин, и приезжаешь, ищешь, ищешься, магазина нет, приезжаешь ещё раз, ищешь, ищешься, там уже другой магазин, причём каждый раз всё хуже и хуже, так, у меня тут, сыр тофу классический, вес 250 грамм, плюс-минус 5 грамм, сыр можно запекать, сельский дом, фирма, постный продукт, без ГМО, покупала, что-то я уж не помню, почём, не очень совсем, по-моему, рублей за 60, в магните солнечном, так, соевые бобы в составе, генетические, неизменённые, вода питьевая, соль и створаживатель, я ещё сама не пробовала делать соевый сыр, но пока ещё делала только соевое молоко, и потом уже такие котлетки из окары, по вкусу, они напоминали немножко рыбные котлетки, почему-то, у меня сейчас в морозилке есть ещё немножко этой окары, и вот этот сыр тофу по большей части в морозилку сунула, потому что я понимаю, что я его так быстро не съем, а геморриться и менять ему водичку каждый день, этот рассольчик, тоже как-то могу забыть, поэтому я сунула в морозилку, вообще, слушайте, нормальный такой сыр тофу, сейчас скажу, кто его делает, внезапно его делает Тверь, Эдемский сад, сельский дом марка, Эдемский сад, фирма, фирма, и делает Тверь, у меня пагетик просто угрозил, он тогда какой-то слегка мокренький был, у меня закончилась, мука гороховая, для выпечки здорового питания, кто ж тебя делал-то, там какой-то рецептик был, я его срезала, так, кто тебя делал, гарниц, гарниц, мука, у меня сейчас, по-моему, пудовская такая же мука, 400 грамм было, я на Азоне последний раз покупала, две по цене одного за 90 рублей, две пачки сразу, а эту я покупала за 90 рублей в Ашане, но больше я не видела, там нутовая мука продаётся, вот гороховая нет, я делаю гороховый суп, пюре, ну, на литр, допустим, 2-3 чайных столовых ложки с горкой, размёршиваете, прокипятили минут 5, и кайфом, так, что это у меня такое, я ещё не смонтировала этот ролик, про который я уже говорила, но уже буду обозревать пустой пакетик, молочный пуэр, очень популярный вид пуэра, бла-бла-бла, то у нас в угличный разрез покупала фирма Конунг, это где-то там товарищи закупаются, как мне сказали в своё время, классический элитный чай, я когда-то где-то уже покупала, Конуновская, ну, неплохой чай, ну, знаете, вот если купить, допустим, в Афоне, блин, в Афоне уже, в Афоне тоже, наверное, можно купить, в Ашане, Конфуций, пуэр, тоже будет неплохой чай, и намного лучше, и даже дешевле, вот, у меня такое ощущение, что там просто взяли какой-то чай, большой пачкой вот этот пуэр, россыпью, в Китае, распаковали, ну, запаковали в один пакет, в России распаковали по разным пакетикам, где-то спрыснули чем-то, где-то что-то добавили, наклеили разные наклейки в массы, ну, и накрутили слегка цену, так, печенье, Рототайка, только сейчас прочитала название фирмы, я вообще чё-то не обращала внимания, печенье сдобное, кукурузное, на фруктозе, я когда покупала печенье, это в пятёрке покупала, я чисто смотрела состав, и не обратила внимания, что оно на фруктозе, и только дома уже обнаружила, что это на фруктозе, безглютеновое печенье на фруктозе, где-то внизу было подписано, что оно за диабетиков, а я чисто хотела попить печенье с нормальным составом, иногда подруга пришла ещё в гости с детём, и угорала на меня на эту тему, мука кукурузная, мука рисовая, Рафинированное, дезодорированное, растительное масло, кукурузное и подсолнечное. Крахмал, кукурузный, фруктоза, патока, крахмальная, семена кунжута. Изолят соевого белка, разрыхлитель, гидрокарбонат, натрия, соль, ароматизатор, ванильно-сливочный. Ну, а тут только что ароматизатор. А так, никакого пальмового масла. Срок годности 5 месяцев. Ну, он уже давно умер. Ещё в мае, в этом апреле, наверное, уже закончился. Потому что он 27 ноября прошлого года сделанный. Вот масло-то у меня вообще с осени, наверное, лежит. Потому что вот неплохое такое печенье. Но оно как бы крепковатое. Можно и самим, конечно, сделать это кукурузное рисовое муко. Мне просто как бы понравился состав. Я ещё подумала, что если оно мне понравится, я попробую искать в сети или смикшировать. И сама я сделаю что-то подобное. Я уже давно делала что-то кукурузное рисовое. Так, у меня, походу, дело ещё какой-то чай. Вкус вилл. Чай манговый улун. Вес метр 50 грамм. Страна происхождения Китай. В составе улун сорта Тегуанин. Манго сушёное. Так, манго. Это тоже от того же зрителя, который решил остаться анонимным. Который Сэнтью... Ой, пардон, Матью подарил. Ну, вот. Слушайте, вот здесь вот хороший реально гуанин. На кой хрен сюда всякой хрени добавили? Нет, это вкусный, хороший чай. Манговый улун. Всё такое современное изготовление. Собрали этот улун в Китае. Привезли в Россию. Скинули туда дополнительных всяких штук. Рассовали по пакетам. В каждом пакете там что-то разное. Наклеили наклейки и в массы продавать. Хороший чай. Ну, в чистом виде он был бы круче. Спасибо зрителю. Ну, правда, вкусный чай. Так, это что у меня? У меня ещё какой-то чай закончился. Ройбуш земляничный. Всё тот же конок. Ну, что, кстати, вот ройбуш земляничный. Ну, на самом деле он был черничный. Я вспомнила, там ройбуш черничный был и земляничный. Но черничной наклеечки не было. В общем, ройбуш черничный был очень вкусный. Мне когда-то давно подруга из Питера присылала этот черничный ройбуш. Очень вкусный, хороший ройбуш. Там ягодки такие нормальные, как бы сушёные, зафигаченные. Но ройбуш сам по себе вообще как бы круче, чем всякие добавки. Так же, как пуэр сам по себе нормальный. И точно так же, как улун-тагванинь сам по себе нормальный без всяких добавок. Но, допустим, в сравнении с RT, вот этот ройбуш реально ройбуш. Он хороший, качественный ройбуш, а не какой-то мелкий, они поймят на что. Ну, как бы там тоже ройбуш, но он такой третисортный. Выдаваемый за элитный суперсорт, да? Так, на один малиновый бисквит. Чай черный листовой с добавками с ароматом малинового бисквита. Мне дарили сёстры, то ли на 8 марта, то ли на день рождения, честно, уже не помню. Ну, в общем, я его уже выпила. Хороший чай был. Так, у меня тут ещё ведь что-то есть. Так, это у меня жопка от той муки. Видимо, я её как-то раздавала на две части. И последнее. Я уже три пачки такого купила. И сегодня оставшуюся пачку, ну, как-то всё, две пачки подряд я ела это масло. Ну, в смысле, несколько месяцев, два или три месяца подряд покупала масло. А что-то мне так хотелось сливочного масла, я его практически в виде сувала. Сегодня на днях вспомнила, думаю, ой, блин, у меня же там ещё масло, оно уже скоро помрёт, надо бы его куда-то засунуть. Тут пару раз кашу делала. А сегодня в суп-пюре овощное зафигачило оставшийся кусочек сливочного масла. Кстати, в овощные супы или суп-пюре, или просто в паровые овощи очень вкусно добавлять кусочек сливочного масла. Нет, тётя подсказала. Офигенно. Короче, вот это вот масло деревенское, бурёнка, масло 72,5% жирности, крестьянское, 180 грамм. Кто, блин, его делает-то вообще. Раменский район внезапно. Вот. Магнитик, что-то 72-76, как-то так стоит. Хорошее масло. Мне очень понравилось, я решила вот оставить эту бумажечку и показать. В общем, тут из выкинуть было только потому, что оно мне по вкусу не понравилось. Само по себе. А так практически всё съесть. Всё съесть и выпить. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok